Проект «Аттоматическое решение ЕГЭ» подготовила Розенька Екатерина, группа B21-534, научный руководитель Хасанова Аделя Марселевна. Актуальность. Для того, чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, необходимо к нему готовиться. Хороший способ подготовки и прорешивания большого количества вариантов. К сожалению, не ко всем заданиям даются ответы. В таком случае может помочь чат-бот, который способен решить определенные задания. Цель проекта. Цель создания чат-бота в мессенджере Telegram, который умеет решать задания 4, с 9 по 11, с 16 по 18 и 20 ЕГЭ по русскому языку. Задачи. Первое. Углубление знаний в языке программирования Python. Второе. Изучение существующих решений, которые могли бы помочь в реализации проекта. Третье. Изучение основ машин-лёрнинг и обработки естественного языка. Создание датасетов и словарей. Пятое. Написание программ для решения ЕГЭ и их отладка. Шестое. Разработка чат-бота в Telegram. Седьмое. Деплоим бота на серо с помощью хостинга Heroku. Ход работы. Написание программы для решения седьмого задания. С помощью портала решу ЕГЭ был создан словарь правильных написаний слов. Используемые в библиотеке Python. Pandas, Pimorphe 2 и Model Re. Программа проверяет направленность фразы, поступающей на вход. Находит ошибку и выдает пользователю исправленный вариант. Ниже представлен пример. Алгоритм решения седьмого задания ЕГЭ по русскому языку, представленный на блок-схеме. Написание программ для решения пятнадцатого задания. Используемые в библиотеке Python. Pandas, Pimorphe 2 и Model Re. Программа обрабатывает поступающие на вход предложения, заполняет пропуски в словах и выводит верно написанные слова пользователя. Ниже представлен пример. Принцип работы программы. Первое. Определяем, есть ли у данного слова какие-либо зависимые слова. Второе. Выделяем приставку слова. Если она отличается от Ни. Третье. Проверяем, является ли слово исключением. Четвертое. Вместо пропуска пишем две Н. Если у слова есть зависимые или есть приставка, отличная от Ни, или является исключением. Пятое. В остальных случаях пишем одно Н на месте пропуска. Дальше будет представлена работа некоторых заданий в Telegram-боте. Одиннадцатое задание. Одиннадцатое задание. Пятнадцатое. Седьмое задание. Результаты. За время работы над данным проектом я углубила свои знания в языке программирования Python и в область обработки текстов на этом языке. Второе. Написала программу для решения заданий 7 и 15. Доработала уже существующий код 11-го задания. Третье. Написала бота в мессенджере Telegram. Четвертое. Задеплойила бота на сервер. Деплой развернула на хостинге Hiroku. Тут представлены ссылки на Telegram-бот и гид с написанными программами. Спасибо за внимание.